Книга Судьи Израилевых Глава первая По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, «Кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними?» И сказал Господь, «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему, «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобою в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них, в Визеке, десять тысяч человек. В Визеке встретились они с Адони Визеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони Визек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Визек, «Семьдесят царей, с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами, собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог». И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне. Имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы. И поразили Шишая, Ахимана и Фалмая. Оттуда пошел он против жителей Давира. Имя Давиру было прежде Кириаф-Сефер. И сказал Халев, «Кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевого. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поля, и она сошла со сла. Халев сказал ей, «Что тебе?» Ахса сказала ему, «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды. И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. И сыны Иафора, киньянина, тестья Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его, и Екрон с пределами его. Господь был с Иудою, и он овладел горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда трех сынов Енаковых. Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут и Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифовы Вифиль, имя же городу было прежде Луз, и увидели стража человека, идущего из города, и сказали ему, «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек сей пошел в землю Хитеев и построил город и нарек имя ему Луз. Это имя его до сего дня. И Монасия не выгнал жителей Бевсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлиама и зависящих от него городов, жителей Мегеддона и зависящих от него городов, и остались Хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере, и жили Хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили Хананеи среди их, и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона и Ахлава, Акзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Асир среди Хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вевсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди Хананеев жителей земли той. Жители же Вевсамиса и Бефанафа были его данниками. И стеснили Амареи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались Амареи жить на горе Херес в Айалоне и Шалвиме, но рука сынов Иосифовых одолела Амареев, и сделались они данниками им. Пределы Амареев от возвышенности Акравим и Отселы простирались и далее. Книга Судей Глава Вторая И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета Моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте». Но вы не послушали гласа Моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бахим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ и пошли сыны Израилевы, каждый в свою делу, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Новин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе у дела его в Фомнаф сарай на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ Онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие Он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля. И сказал он, За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает глаза моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по Нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народа сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. Книга Судей Глава третья Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Пять владельцев филистинских, всех ананеи, седоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Ямав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которое Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред дочами Господа, и забыли Господа, Бога Своего, и служили Ваалом и Астартом. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсофема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсофему восемь лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, который спас их Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусарсофема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсофема, и покоилась земля сорок лет, и умер Гафаниил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Яглона, царя Моавицкого, против израильтян, за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе Амманитян и Амаликитян, и пошел, и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Яглону, царю Моавицкому, восемнадцать лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Яглону, царю Моавицкому. Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Яглону, царю Моавицкому. Яглон он же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Голгале, и сказал «У меня есть тайное слово до тебя, царь». Он сказал «Тише», и вышли от него все стоявшее при нем. Аод вошел к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод «У меня есть до тебя слово Божие». Яглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так, что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие и затворил за собою двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Яглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят, верно он для нужды в прохладной комнате. Ждали довольно долго, но видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сейраф. Пришедший же вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их, и сказал им, идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших мавитян в руки ваши, и пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить, и побили в то время мавитян около десяти тысяч человек, всех здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день мавитяне пред Израилем, и покоилась земля восемьдесят лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, который шестьсот человек филистимлян побил Воловьем Рожном, и он также спас Израиля. Субтитры Книга Судей Глава четвертая Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое предачами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Оссоре. Военачальником у него был Сесара, который жил в Харашев Гоиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых двадцать лет. В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Она жила под Пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему, Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою десять тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кессону, Сесару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его и предам его в руки твои. Варак сказал ей, Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду. Она сказала ему, Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в которой ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал Завулонян и Нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним десять тысяч человек, и Девора пошла с ним. Хевер Кениянин отделился тогда от Кениян сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у Дубравы в Цаанниме близ Кедеса. И донесли Сесаре, что Варак, сын Авинаамов, взошел на гору Фавор. Сесара созвал все колесницы свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харашев Гаима к потоку Кессону. И сказала Девора Вараку, Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сесару, и все колесницы его, и все ополчение его, отмеча Варакова, и сошел Сесара с колесницы, и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до хорошев Гаима, и пало все ополчение Сесарина от меча, не осталось никого. Сесара же убежал пеший в шатер Иоели, жены Хивера, киньянина, ибо между Иовином, царем Оссорским, и домом Хивера, киньянина, был мир. И вышла Иоиль навстречу Сесаре и сказала ему, — Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сесара сказал ей, — Дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сесара сказал ей, — Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет. Иоиль жена Хиверова взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот ворак гонится за Сесарою. Иоиль вышла навстречу ему и сказала ему, войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского. Книга Судей Глава пятая В тот день воспела Девора и Ворак сын Авинаамов сими словами. Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа, слушайте, цари, внимайте, вельможи, «Я Господу, я пою, бряцаю Господу, Богу Израилеву». Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Эдомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, от того война у ворот, виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля. Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ковратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, Воспой песнь, восстань варак и веди пленников твоих, сын Авинаамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ, Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика, за тобою Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники и от Завулона, владеющие тростью песца. И князья Иссахарова с Деворою, и Иссахар так же, как варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом и Дану, чего бояться с кораблями. Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Завулон народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари, сразились, тогда сразились цари ханаанские в фанаахе у вод мегедонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались сесарою. Поток кессон увлек их, поток кедумим, поток кессон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега, от побега сильных его. Прокляните мироз, говорит ангел господень, прокляните, прокляните жителей его, за то, что не пришли на помощь господу, на помощь господу с храбрыми. Да будет благословенно между женами и Аиль, жена Хивера Киньянина. Между женами в шатрах да будет благословенно. Воды просил он, молока подала она, в чаши вельможеской принесла молока лучшего, левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал, где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его? Что медлят колеса колесниц его? Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сесаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Тогда погибнут все враги Твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящие во всей силе своей. И покоилась земля сорок лет. Книга судей Глава шестая Сыны Израилевы стали опять делать злое предачами Господа, и предал их Господь в руки Мадеонитян на семь лет. Тяжела была рука Мадеонитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадеонитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль придут Мадеонитяне и Амалекитяне и жители Востока и ходят у них и стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой газы и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от Мадеонитян и возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на Мадеонитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, Так говорит Господь, Бог Израилев, Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас, и дал вам землю их, и сказал вам, Я Господь, Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали глаз моего. И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Точиле, чтобы скрыться от Маденитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это, и где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Маденитян. Господь, воздрев на него, сказал, иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки Маденитян. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Монасии нам самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь, Я буду с тобою, и ты поразишь Маденитян, как одного человека. Гедеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему поддуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень, простерши конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицем к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь, «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разруш жертвенник Ваала, который у отца твоего и сруби священное дерево, которое при нем и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города и вот жертвенник валов разрушен и дерево при нем срублено и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике и говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали Гедеон сын Иасов сделал это. И сказали жители города Иасу Выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Иас сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник и стал звать его с того дня и Яроваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем все Мадеонитяне и Амалекитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изриельской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Монасиину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов Кассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу, Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот, я растелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь, только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Книга Судей Глава седьмая Иераваал, он же Игедеон, встал поутру и весь народ бывший с ним и расположили станом у источника Хорода. Мадиамский же стан был от него к северу у холма море в долине. И сказал Господь Гедеону, народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал «Моя рука спасла меня». Итак, провозгласив слух народа и скажи «Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратилось народа двадцать две тысячи, а десять тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою, а о ком скажу тебе не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гедеону «Тремя стами лакавших я спасу вас и предам мадянитян в руки ваши». А весь народ пусть идет каждый в свое место. И взяли они съестный припас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя триста человек. Стан же Мадиамский был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь «Встань, сойди встан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди встан ты и фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь встан». И сошел он и фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были встане. Мади нетяне же и амалекитяне и все жители востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон, и говорит, «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему, «Это не иное, что, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его Мадианитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкования его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан Мадиамский и разделил триста человек на три отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины светильники и сказал им «Смотрите на меня и делайте то же, вот я подойду к стану и что буду делать то и вы делайте». Когда я и находящиеся со мною за трубим трубою трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите «Меч Господа и Гедеона». И подошел Гедеон и сто человек с ним к стану в начале средней стражи и разбудили стражей и затрубили трубами и разбили кувшины которые были в руках их и затрубили все три отряда трубами и разбили кувшины и держали в левой руке своей светильники а в правой руке трубы и трубили и кричали «Меч Господа и Гедеона» «И стоял всякий на своем месте вокруг стана и стали бегать во всем стане и кричали и обратились в бегство Между тем как триста человек трубили трубами обратил Господь меч одного на другого во всем стане и бежало ополчение добившиты к царере до предела Авелмихолы Блистобафы и созваны израильтяне из колена Нефалимова Осирова и всего колена Монасиина и погнались за Мадеонитянами Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать «Выйдите навстречу Мадеонитянам и перехватите у них переправу через воду Габев Вары и Иордан и созваны все Ефремляне и перехватили переправы через воду Габев Вары и Иордан и поймали двух князей Мадиамских Арива и Зива и убили Арива в Цур Ариве Азива в Яке в Зиве и преследовали Мадеонитян Головы же Арива и Зива принесли к Гедеону за Иордан Книга Судей Глава восьмая И сказали ему Ефремляне Зачем ты это сделал что не позвал нас когда шел воевать с Мадеонитянами и сильно ссорились с ним Гедеон отвечал им Сделал ли я что такое как вы ныне не счастливее ли Ефрем добирал виноград нежели авиезер обирал ваши руки предал бог князей Мадиамских Арива и Зива и что мог сделать я такое как вы тогда успокоился дух их против него когда сказал он им такие слова и пришел Гедеон Киордану перешел сам и триста человек бывшие с ним они были утомлены преследуя врагов и сказал он жителям Соккофа дайте хлеба народу который идет за мною они утомились а я преследую Зивея и Салмана царей Мадиамских князья Соккофа сказали разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке чтобы нам войску твоему давать хлеб и сказал Гедеон за это когда предаст господ Зивея и Салмана в руки мои я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками оттуда пошел он в Пенуэл и тоже сказал жителям его и жители Пенуэла отвечали ему то же что отвечали жители Соккофа он сказал и жителям Пенуэла когда я возвращусь в мире разрушу башню сию Зивей же и Салман были в Каркоре и с ними их ополчение до пятнадцати oсящих все что осталось из всего ополчения жителей востока пало же сто двадцать тысяч человек обнажающих меч гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от новы и иокбеги и поразил стан когда стан стоял беспечно зивей и Салман побежали он погнался за ними и схватил обоих царей Мадиамских зивея и Салмана и весь стан привел в замешательство и и возвратился гедеон сын Иоаса с войны от возвышенности Хереса и захватил юношу из жителей Сокхофа и выспросил у него и он написал ему князей и старейшин Сокхофских семьдесят семь человек и пришел он к жителям Сокхофским и сказал вот зивей и Салман за которых вы посмеялись надо мною говоря разве рука зивея и Салмана уже в твоей руке чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим и взял старейшин города и терновник пустынный и зубчатые молотильные доски и наказал ими жителей Сокхофа и башню пенуэльскую разрушил и перебил жителей города и сказал зивею и Салману каковы были те которых вы убили на фаворе они сказали они были такие как ты каждый имел вид сынов царских гидеон сказал это были братья мои сыны матери моей жив господь если бы вы оставили их в живых я не убил бы вас и сказал иеферу первенцу своему встань убей их но юноша не извлек меча своего потому что боялся так как был еще молод и сказали зивей и Салман встань сам и порази нас потому что по человеку и сила его и встал гидеон и убил зивея и Салмана и взял пряжки бывшие на шеях верблюдов их и сказали израильтяне гидеону владей нами ты и сын твой и сын сына твоего ибо ты спас нас из руки мадеонитян гидеон сказал им ни я не буду владеть вами ни мой сын не будет владеть вами господь довладеет вами и сказал им гидеон прошу у вас одного дайте мне каждый по серьге из добычи своей ибо у неприятелей много было золотых серег потому что они были измаильтяне они сказали дадим и разослали одежду и бросали туда каждый по серьге из добычи своей весу в золотых серьгах которые он выпросил было тысяча семьсот золотых сиклей кроме пряжек пуговиц и пурпуровых одежд которые были на царях мадиамских и кроме золотых цепочек которые были на шее у верблюдов их из этого сделал гидеон ефод и положил его в своем городе в офре и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним и был он сетью гидеону и всему дому его так смирились мадианитяне пред сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей и покоилась земля сорок лет во дни гидеона и пошел и и ровал сын и асов и жил в доме своем у гидеона было семьдесят сыновей происшедших от чресла его потому что у него много было жен также и наложница жившая в сихеме родила ему сына и он дал ему имя авимилех и умер гидеон сын иаасов в глубокой старости и погребен во гробе отца своего иааса в офре авиезеровой когда умер гидеон сыны израилевы опять стали блудно ходить вслед ваалов и поставили себе богом ваал верифа и не вспомнили сыны израилевы господа бога своего который избавлял их из руки всех врагов окружавших их и дому иеробаалову или гидеонову не сделали милости за все благодеяния какие он сделал израилю книга судей глава девятая авимилех сын иеробаалов пошел всехем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей и сказал внушите всем жителям сихем ским что лучше для вас чтобы владели вами все семьдесят сынов иеробааловых или чтобы владел один и вспомните что я кость ваша и плоть ваша братья матери его внушили о нем все сии слова жителям сихем ским и склонило сердце их к вимилеху ибо говорили они он брат наш и дали ему семьдесят сикли серебра из дома вал верифа а вимилех нанял на он праздных и своевольных людей которые и пошли за ним и пришел он в дом отца своего в офру и убил братьев своих семьдесят сынов иеробааловых на одном камне остался только иоффам младший сын иеробаалов потому что скрылся и собрались все жители сихемские и весь дом мило и пошли и поставили царем авимилеха у дуба что близ сихема когда рассказали об этом иоффаму он пошел и стал на вершине горы горизима и возвысив голос свой кричал и говорил им послушайте меня жители сихема и послушает вас бог пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине царствуй над нами маслина сказала им оставлю ли я туг мой которым чествуют богов и людей и пойду ли скитаться по деревам и сказали дерева смоковницы и и и и царствуй над нами смоковница сказала им оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревам и сказали дерева виноградной лозе и и ты царствуй над нами виноградная лоза сказала им и так оставлю ли я сок мой который веселит богов и человеков и пойду ли скитаться по деревам наконец сказали все дерева терновнику иди ты царствуй над нами терновник сказал деревам если вы поистине поставляете меня царем над собою то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и поправде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иераваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, недорожил жизнью своею и избавил вас от руки мадианитян. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили семьдесят сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш? Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иераваалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха и да пожжет жителя сихемских и весь дом Мело, и да изыдет огонь от жителя сихемских и от дома Мело, и да пожжет Авимелеха. И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Беер, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем три года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за семьдесят сынов Иеравааловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого, проходящего мимо их по дороге. О сем донесено было Авимелеху. Пришел же Игаал, сын Еведов, с братьями своими в сихем, и ходили они по сихему, и жители сихемские положились на него, и вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил. Кто Авимелех, и что сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Ироваалов, и не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца сихемова, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха. И сказано было Авимелеху, умножь войско твое и выходи. Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать. Вот Гаал, сын Еведов, и братья его, пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя. И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема четыре отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и встал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним, из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу. Вот народ спускается с вершины гор. А Зевул сказал ему. Тень гор тебе кажется людьми. Гаал опять говорил и сказал. Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Меоним. И сказал ему Зевул. Где уста твои, которые говорили, кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним. И пошел Гаал впереди жители Сихемских, и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле, и донесли Асем Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на три отряда и поставил в засаду в поле. И, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие два отряда напали на всех, бывших в поле, и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все, бывшие в башне Сихемской, ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все, бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Силмон, сам и весь народ, бывший с ним. И взял Авимелех топоры с собою, и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним. Вы видели, что я делал. Скорее делайте и вы тоже, что я. И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем. И умерли все, бывшие в башне Сихемской, около тысячи мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила отломок жерного на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему, «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне». Женщина убила его, и пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив семьдесят братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иераваалова. Книга Судей Глава десятая После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьею Израиля двадцать три года и умер и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля двадцать два года. У него было тридцать сыновей, ездивших на тридцати молодых ослах, и тридцать городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавицким, и богам Аммонитским, и богам Филистимским. А Господа оставили и не служили ему. И воспылал гнев Господа на Израиле. И он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года восемнадцать лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амморейской, которая в Галааде. Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином, и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевых к Господу, и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым. И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы. Делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья Галаадские сказали друг другу. Кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей Галаадских. Книга Судей Глава одиннадцатая Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы, от Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему. Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиле. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю. Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами. Иефай сказал старейшинам галаадским. Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Старейшины галаадские сказали Иефаю. Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских. И сказал Иефай старейшинам галаадским. — Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины галаадские сказали Иефаю. — Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему. И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем, и Иефай произнес все слова свои пред лицем Господа в массифе. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать. — Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Царь Аммонитский сказал послам Иефая. — Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром. Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему. — Так говорит Иефай. Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской. Ибо, когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню, к Черному морю, и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Аммонитскому сказать. — Позволь мне пройти землею твоею. Но царь Аммонитский не послушал. И к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел в пустыню, и миновал землю Эдомскую и землю Моавитскую. И пришедший к восточному пределу земли Моавитской расположился станом за Арноном. Но не входил в пределы Моавитские. Ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль. — Позволь нам пройти землею твоею в свое место. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иоатце, и сразился с Израилем. И предал Господь, Бог Израилев, Сигона и весь народ его в руки Израилю. И он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иовока, и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Аморея от лица народа своего Израиля. А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш. Разве ты, лучшего Алака, сына Сепфорова, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем, или воевал ли с ними? Израиль уже живет триста лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Араире и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я невиновен пред тобою. И ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья, да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень. И прошел он Галаад и Монасию, и прошел массиву Галаадскую, и из массивы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу, и сказал, «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его. И поразил их поражением весьма великим, от Аруера до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в массиву, в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказала отцу своему, «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на два месяца. Я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал, «Пойди». И отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обед свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, четыре дня в году. Книга Судей Глава двенадцатая Ефремляне собрались и перешли в Севину, и сказали Иефаю, «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Иефай сказал им «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» И собрал Иефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жители галаадские ефремлян, говоря, «Вы беглецы ефремовы, галаад же среди ефрема и среди монасии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из уцелевших ефремлян говорил «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему «Не ефремлялин ли ты?» Он говорил «Нет». Они говорили ему «Скажи шиболет», а он говорил «Сиболет» и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян сорок две тысячи. Иефай был судьею Израиля шесть лет, и умер Иефай галаадитянин и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьею Израиля Есивон из Вифлеема. У него было тридцать сыновей, и тридцать дочерей отпустил он из дома в замужество. А тридцать дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею Израиля семь лет. И умер Иесивон и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Елон, завулонянин, и судил Израиля десять лет. И умер Елон, завулонянин, и погребен в Аеолоне, в земле завулоновой. После него был судьею Израиля Авдон, сын Гилела, пирофонянин. У него было сорок сыновей и тридцать внуков, ездивших на семидесяти молодых ослах. Он судил Израиля восемь лет. И умер Авдон, сын Гилела, пирофонянин, и погребен в пирофоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене, и сказал ей. Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему. Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на заре Божий. Маной помолился Господу и сказал. Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маной, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маной, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему, вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему. Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? Ангел сказал «я» и сказал Маной. Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем Сим и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною. «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню. Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною. «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню. «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему. «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицем на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей. «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему. «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал дух Господень действовать в нем в стане Дановом, между Цорою и Естаолом». Книга Судей Глава четырнадцатая И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал. «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему. «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему. «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали тридцать брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон. Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете верно, то я дам вам тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. Они сказали ему — Загадай загадку твою, послушаем. И сказал им — Из ядущего вышло я домое, и из сильного вышло сладкое. И не могли отгадать загадки в три дня. В седьмый день сказали они жене Самсоновой — Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас? И плакала жена Самсонова пред ним и говорила — Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее? Он сказал ей — Отцу моему и матери моей не разгадал ее. И тебе ли разгадаю? И плакала она перед ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец в седьмый день разгадал ей, ибо она усильно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмый день до захождения солнечного сказали ему граждане «Что слаще меда и что сильнее льва?» Он сказал им — «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него дух господень, и пошел он восколон, и убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Субтитры Книга Судей Глава пятнадцатая Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своею, принесши с собою козленка, и когда сказал «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот, меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им «Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне, кто это сделал? И сказали, «Самсон, зять Фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им, «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье скалы Этама. И пошли филистимляне, и расположились станом в иудее, и протянулись до лихи. И сказали жители иудеи, «За что вы вышли против нас?» Они сказали, «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли три тысячи человек из иудеи к ущелью скалы Этама, и сказали Самсону, «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им, «Как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему, «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам». И сказал им Самсон, «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему, «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками, и повели его из ущелья. Когда он подошел к лихе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него дух господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон, «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей, и назвал то место ромав лихи. И почувствовал сильную жажду, и возвал к Господу, и сказал, «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог Ямину в лихе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему, источник взывающего, который в лихи до сего дня. И был он судьею Израиля во дни филистимлян двадцать лет. Книга Судей Глава шестнадцатая Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда, и ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи. В полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек. Имя ей Долида. К ней пришли владельцы филистинские и говорят ей, уговори его, и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый тысячу сто сикли серебра. И сказала Долида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей, если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистинские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у ней в спальне. И сказала ему, Самсон, филистинляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далида Самсону, Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя? Он сказал ей, Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди. Далида взяла новые веревки и связала его и сказала ему, Самсон, филистимляне идут на тебя. Между тем один скрытно сидел в спальне. И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону, Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей, Если ты вотчешь семь коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде. И прикрепила их к колоде и сказала ему, Филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида, Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, Бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божий от шрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду как прочие люди. Долида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистинских, сказав им, Идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистинские, и принесли серебро в руках своих, и усыпила его Долида на коленах своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь коз головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, «Филистинляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистинляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистинские собрались, чтобы принести великую жертву догону Богу своему и повеселиться и сказали, «Бог наш предал Самсона врага нашего в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали, «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистинские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал, «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон, «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорою и Эстаолом во гробе Маноя отца его. Он был судьею Израиля двадцать лет. Книга Судей Глава семнадцатая Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, «Тысяча сто сикли серебра, которые у тебя взяты, из-за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала, «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей тысячу сто сикли серебра. И сказала мать его, «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан или ты кумир, и так отдаю оное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла двести сикли серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан или ты кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он Ефот и Терафим и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского из колена Иудина Левит тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи и сказал ему Миха, «Откуда ты идешь?» Он сказал ему, «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха, «Останься у меня и будь у меня отцом и священником, я буду давать тебе по десяти сикли серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему и согласился Левит остаться у этого человека и был юноша у него как один из сыновей его. Миха посвятил Левита и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха, «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что Левит у меня священником». И книга Судей Глава восемнадцатая В те дни не было царя у Израиля. И в те дни колено данного искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего пять человек, мужей сильных Исторы и Эстаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее, и сказали им, «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его, «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им, «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему, «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им, «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим в Цору и Эстаол, и сказали им, братья их, «С чем вы?» Они сказали, «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, немедлите пойти и взять в наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна. Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли. И отправились оттуда из колена Данова, из Соры и Эстаола шестьсот мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириафиариме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириафиарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим. Знаете ли, что в одном из домов сих есть Эфот, Терафим, Истукан или литый кумир, и так подумайте, что сделать. И зашли туда и вошли в дом молодого Левита, в дом Михи и приветствовали его. А шестьсот человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли туда, взяли Истукан и Эфот и Терафим и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми шестьюстами человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли Истукан Эфот и Терафим и литый кумир, священник сказал им, «Что вы делаете?» Они сказали ему, «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял Эфот Терафим и Истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов, соседственных с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дана и кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе, «Что тебе, что ты так кричишь?» Миха сказал, «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника и ушли, чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему, «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Беф Рехова. И построили снова город, и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева. А прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы и Стукан. И Анафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его, были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михаю, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Книга судей глава девятнадцатая В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорила с ним и ушла от него в дом отца своего Вифлеем Иудейский и была там четыре месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его, тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него три дня. Они ели и пили и ночевали там. В четвертый день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему, подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете. Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому, останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое. Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На пятый день встал он поутру, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины той, подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день, и ели оба они. И встал тот человек, чтоб идти, сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему тесть его, отец молодой женщины, вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте, вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое, завтра поранее встанете в путь ваш, и пойдешь в дом твой. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел, и пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился, и сказал слуга господину своему, «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему, «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которая не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». И сказал слуге своему, «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце под Легивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик, «Куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему, «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я?» Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для слов наших, также хлеб и вино для меня, и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему, «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои, и ели, и пили. Тогда, как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома, «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им, «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия, вот у меня дочь девица, и у него наложница, выведу я их, смирите их, и делайте с ними что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. господин ее встал по утру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой, и вот наложница его лежит у дверей дома и руки ее на пороге. Он сказал ей, «Вставай, пойдем», но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Пришедший в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на двенадцать частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил, «Не бывало и невиданно было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли Египетской до сего дня». Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите. Субтитры Книга Судей Глава двадцатая «И и вышли все сыны Израилевы и собралось все общество как один человек от Дана до Версавии и земля галацкая пред Господа в массиву. И собрались начальники всего народа все колено Израилевы в собрании народа Божия четыреста тысяч пеших обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в массиву. И сказали сыны Израилевы «Скажите, как происходило это зло?» Левит, муж онной убитой женщины, отвечал и сказал «Я с наложницей моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову и восстали на меня жители Гивы и окружили из-за меня дом ночью. Меня намеревались убить и наложницу мою замучили так, что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконие и срамное дело в Израиле. «Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». И восстал весь народ как один человек и сказал «Не пойдем никто в шатер свой и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивою пойдем на нее по жребию и возьмем по десяти человек изоста от всех колен Израилевых посту от тысячи и по тысяче от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле». И собрались все израильтяне против города единодушно как один человек и послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать «Какое это гнусное дело сделано у вас? Выдайте развращенных он их людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых, а собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, двадцать шесть тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано семьсот отборных. Из всего народа сего было семьсот человек отборных, которые были левши. И все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось четыреста тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, Иуда пойдет впереди. И встали сыны Израилевы поутру, и расположились станом под Легивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы, и положили в тот день двадцать две тысячи израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего? Господь сказал, идите против него. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них изгивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых восемнадцать тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и сидят там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божия находился там, и Финиес сын Елеазара сына Ааронова предстоял пред ним. Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? Господь сказал, идите, я завтра предам его в руки ваши. И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день, и стали в боевой порядок пред Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа, и отдалились от города, и начали как прежде убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве полем, и убили до тридцати человек из Израильтян. И сказали сыны Вениаминовы, они падают пред нами, как и прежде. А сыны Израилевы сказали, побежим от них, и отвлечем их от города на дороги. И все израильтяне встали с своего места и выстроились в Альфа-Маре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву десять тысяч человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина пред израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина двадцать пять тысяч сто человек, обнажавших меч. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила, и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили засадую условленным знаком к нападению поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать, и поверг израильтян до тридцати человек, и говорил, опять падают они пред нами, как и в прежнее сражение. Тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там, окружили Вениамина и преследовали его до минухи, и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина восемнадцать тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся обратились и побежали к пустыне, к скале Ремону, и побили еще израильтяне на дорогах пять тысяч человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них две тысячи человек. Всех же сынов Вениаминовых, падших в тот день, было двадцать пять тысяч человек, обнажавших меч, и все они были мужесильные. И обратились оставшиеся, и убежали в пустыню к скале Ремону шестьсот человек, и оставались там, в каменной горе Ремоне, четыре месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым, и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все находившиеся на пути города, сожгли огнем. Книга Судей Глава двадцать первая И поклялись израильтяне в массиве, говоря, Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали, Господи Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли все сожжения и мирные жертвы, и сказали сыны Израилевы, кто не приходил в собрание пред Господа из всех колен Израилевых, ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в массиву, и сказано было, что те преданы будут смерти. Изжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали, ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших. И сказали, нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господа в массиву? И оказалось, что из Иовиса Галацкого никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иовиса Галацкого. И послало туда общество двенадцать тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря, идите и поразите жителей Иовиса Галацкого мечом, и женщин, и детей. И вот что сделайте. Всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложа мужеское, предайте заклятию. И нашли они между жителями Иовиса Галацкого четыреста девиц, не познавших ложа мужеского, и привели их в стан селом, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им жен, которых оставили в живых из женщин Иовиса Галацкого, но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества, что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина. И сказали, наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезла колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря, проклят, кто даст жену Вениамину. И сказали. Вот каждый год бывает праздник Господен в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Ливоны. И приказали сынам Вениамина и сказали, пойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждой жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им, простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны. Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое, и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым.